я вас приветствую на канале в этом уроке с вами хочу поговорить веб-тестирование опять же это будет направление практика я для вас подготовил несколько сайтов на которых я нашел различные баги и как раз с удовольствием сейчас с вами ими поделюсь и первый сайт будут посвящены первые два сайта будут посвященные печати третий сайт будут посвященные именно доставки еды но тут будет небольшой баг довольно такой интересная его как раз вам покажу ну я буду показывать баги по убывающие первый будет большим количеством и очень критический второй будет смене маленькими багами который нашел от на третьем будет один единичный который хочу вам показать вот начнем с этого сайта тут сайт определяется по двум городам первый это санкт-петербург а второй идет кострома и давайте посмотрим что какие баги есть именно и так давайте рассмотрим санкт-петербург потому что тут есть один баг который отличается как на санкт-петербурге также сам на кострома и давайте начнем самого верха у нас идет логотип который является кликабельный он же ведет на главную страницу вот и как раз перешел то же самое у нас идет драгбаум по выбору города мы можем кликнуть кострома мы можем перейти вот обратно вернуться если мы кликнем налогом и опять же вернемся на главную страницу а также мы вернемся на санкт-петербург дальше идут телефоны мы на них клика мы можем провести звонок вот и тут есть заказать звонок тут есть бах я сейчас покажу как ему подойти я покажу одну форму а затем мы вернемся на форму заказать звонок и как раз покажу в чем тут заключаться бах и промах разработчиков как можно было бы его обойти следующий у нас идет почта две почты на которую мы кликаем и ничего не происходит это можно сказать первый бах в том что должно быть соединение когда мы кликаем номер телефона мы должны перейти на мэл или предложите им на связь чтобы написать письмо следующее у нас есть две кнопки заказать услуги и онлайн калькулятор ну давайте сразу с вами перейдем в онлайн калькулятор кликаем на него спускаемся и мы видим вот код формочку как мы можем выбирать различные у нас виды идет скрепка термоклей и пружина но он больше нас интересует основная форма заполнения тут идет также сам расход и и не дальше все цена и как раз я сейчас покажу баги которые тут нашел следующий что у нас идет у нас сейчас сразу открою консоль чтобы сразу можно было наблюдать в концу или видим что тут уже поступал все ровно ты лишь собаков куча 400 четвертых ошибок и как раз сразу можно сделать скриншот и показать что тут уже степи за концом красная тоже него код мы можем наверх прийти выше выше это все уже идут эроры наши все давайте я сразу скину кэш сейчас перезарим страницу и мы пришли видим что опять цепи 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 get не может найти страничку получить следующее что у нас идет мы идем форму и мы можем себе дополнять вот так вот по-разному но мы сделаем так что мы можем допустим сюда ввести нули и сюда опять ввести какие-то нули тут идет drop down все окей ну тут можем выбрать выбрать и что это выбрать я рандомно просто все выбираю чтобы не входить вот и мы видим что тут указывается что написано что у нас должен быть должен выбран тираж и должно равняться четырем у нас валидации показать то что он еще идет 750 грин 750 рублей занять заказ на давайте мы укажем четырем и тут пускай будет то видим у нас все по что вам четверка восьмерку у нас тоже считает но мы можем сделать по-другому мы можем вначале добавить просто нолик и она посчитать мы можем сделать вот так я но тоже никак батарея будет считать как заединить мы можем указать вот так вот так не посчитал по что есть еще 0 а мы вернем так так не считает потому что у нас должно быть кратная четырем тогда она будет считать да можем сделать 0 8 и здесь еще указать 4 на 4 будет еще 16 так он и считает видим что у нас бак показывает том что у нас нет валидации можем вот так вот вводить вот такие вот рандомные значения самого чтобы было в сумме внутри кратный 4 4 4 8 12 и так далее вот так мы видим что она может считать неправильно так же сам у нас количество страниц мы можем указать вот так тоже считает что 0 10 на странице тоже может почитать но если мы поставим запятую он это валидация сработает на нем и мы увидим что это уже не работает ну давайте обратно пусть будет 0 10 следующее что вам хочу показать у нас есть вот такое вот уведомление небольшое и у нас есть какой-то иконочка с знаком вопроса если вы внимательно что присмотритесь на саму страницу если мы нажмем на эту иконочку появится вот кого-то . с документом если мы закроем мы видим что у нас есть и вот присмотреть на этот значок именно кнопочки с крова вверх у нас начинается дергаться страницы когда у нас закрывается документ видите вот даже вот верхней шапкой сам он начинает держаться найдет небольшое смещение это тоже еще один бак видите мы на одной странице нашли два бага по инпутам и один бах и вот на этом вот на скидке 15 процентов которая вызывает саму нашу табличку не табличку окошечко модалку скорее все просто изображение сим это можем посмотреть да то просто ставлено изображение вот как раз и вот это еще один наш бак потому что и давайте вот такую форму мы попробуем с вами отправить кликнем вот так уточнить не допустим отправки форма но у нас все равно все сбросила у нас появился номер телефона и мы все такое остальное давайте все равно мы его вот так все сделаем как и было посмотрим пройдет ли у нас есть какая-то сумма мы ведем вот такую сумму у нас есть имя у нас есть номер телефона единственное что тут правильно работает это правильно работает наше порой вот не пароль а мы просто можем даже для пример всегда ставить какие-то кириллицы смешать с латиницей и то что поводить и вот так 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 и мы видим что он сразу выпала валидация то что должна быть почта валидная вот единственное что я пытался поломать и водил и две собаки раз по отличному она всегда вбивала валидацию окей с этим мы смиримся все отлично стало вот и теперь мы можем отправить и пчат или в network откроем и посмотрим ушла ли наша формочка и вот мы видим нашу форму которая ушла у нас вот форма дата который показывается единицы которыми ли ввели 010 тут идет 13 но бума то что мы дели вот у нас есть количество невалидное видим что у нас идет тут минус 10000 не минус 100000 извиняюсь вот видим все данные которые мы ввели номер телефона вот ввели формат и все такое невалидное то что мы поводили она спокойно ушла и она ушла на сервер видим что вот так мы на это убили несколько багов которые могут просто ушли вот и видим что это не очень хорошо следующее что я вам хочу показать это у нас есть такая же форма где мы можем заказать продукцию ввести сюда также сама пускай будет без дробдауна тут будет у нас тоже какое-то значение тоже хочу показать формат мы можем ввести буквами буквами буковками буковками все вводим буковками ломаем какой-то совершенно должна тут на форме отработать вальдация пока мда муки мы видим что у нас сейчас валидация работает именно на количестве экземпляров мы ввели отрицательная он понимает что отрицательное значение все окей вот она как бы отработала к ней сейчас претензий нету никакой и сейчас еще тут что вводим и опять же ведем чтобы у нас ничего не выпускаю но все-таки наста допустим мы лишь кликаем тут отправить у нас идет на то что валидация у нас не может отрицательное значение быть но хоть изначально мы вот первом тесте проводили у нас отрицательное значение прошло если у нас не проходит отрицательное значение мы это просто можем поломать в другую сторону мы можем поломать все приравнять к нулю мы берем просто убираем минус 1 и оля мы видим что у нас валидация проходит и пропускает наши нули ну как бы количество заказа нулю не может никак равняться мы сами понимаем что должна быть какая-то единица вея одно или два ну количество какого-то изделия еще что то вот видим как раз вот такой вот глобальный бак все масло являемся как и было номер телефона фамилия и мы можем нажать отправить и произойдет отправка на отправку произошла мы опять кликаем на файл который отправил и мы видим что наше количество и значение которое мы вели мы видим что отправилась все по нулям то что было считайте изначально все окей прошло вот это еще один бак который хотел показать с вами именно которые заключаются в самой форме вот это на этом все теперь мы возвращаемся обратно на главную страницу еще хочу вам показать что мы находимся давайте у нас будет у нас цены на придем сюда так же сам эта форма тоже не сильно работает давайте то что я хотел сказать вам заказать звонок и у нас видите форме свяжитесь нами идет вот такой вот номер форма номера который мы не можем вести буквы ни кириллицу ни латинницу можно сюда вести только цифры и то есть мы просто ведем все нули он скажу что тут неправильно они кажется он у него проходит и кликаем отправить ну да допустим даже нет валидации что 0 или не так оброси скорее 10000 ничего не начинается и следующее что хочу показать именно заказать звонок мы можем кликнуть заказать звонок тут идет имя ведем от кого-то и номер телефона какой мы хотим вести мы можем просто ввести вот так вот заказа звонка сюда ведем так и сюда просто ведем единицы вот я просто вели единицы видим что сообщения правильно перезвоним и ночи за какое-то время и можно сказать то что туда же вверска тоже не очень такая удачная потому что мы давайте видим что очень сильно суженные короля ну края сами не очень сильно прилипает именно к к самой и к самим и к самому написанию земли вот это тоже как раз тоже баг следующее мы переходим на следующую форму эта форма идет заказ услуг вот идет у нас такой можем что-то заказать дроп-даун мы видим что выбирали утром дауне на цифровая печать мы выбираем опять что-то непонятное опять что-то будем тоже непонятно мл мы знаем что у нас везде работает самое интересное нам нажмем отправить мы отправили окей все она прошла пока даже в консоль не будем смотреть мы не выбрали макет мы видим из-за того что мы когда первый раз отправили у нас вообще поломалась верстка у нас вид что сама сам дроп-даун стал намного уже чем было изначально видим что сама птичка вниз ехала убираем опять опять вводим как различные данные сюда что-то вводим и у нас есть мы можем выбрать макет и так же сам видим что вы после отправки макета у нас пропали название полей изначально импутов сам поиск холдер и также там мы кликаем сюда и давайте что-то выберем выберем просто вот такой вот chrome самое именно индикатор хрома ну и ручок хрома и кликнем отправить и тут написано что у нас ошибка у нас не может быть по валидации неправильный формат у нас должен был по идее быть или psd или какой-то jpeg ну изображение кого-то макета и мы можем взять сюда опять посмотреть все-таки нет он его не отправил он показал что должно быть согласно с обработкой персональных данных окей сейчас все быстро повторим выбираем и видим что тут уже дроп-даун вообще нету он хоть изначально был при вообще нету ничего такого идем какие-то какой-то номер уберем макет выберем у нас опять будет chrome и у нас идет политика персональных данных мы это все по скролим почитаем все и кликаем отправить выбираем опять же ножки сожмем просто отменить и кликаем отправить вот все теперь появилась у нас модалка что все отлично ваши данных про хоть мы загрузили считаете с вами не валидный документ мы просто отправили ярлык с хрома вот это еще один такой баг который я рассмотрим тут просто не один бак а в этой форме оказалось очень много различных баллов вы сам видите что даже и значит каждый раз драм-длаун меняет свое начитание он то исчезает и появляется то есть надписи то нет надписи вот это вот такое вот поведение у него с этой формой все теперь я перехожу опять на главную страницу и хочу показать давайте зайдем наши работы и если вы обратите внимание если вы видели какие-то сайты и вы допустим когда скроллили вниз и сам на бар сама это менюшечка такая она немного виде изменялась она становилась или черного белого цвета или серого и просто прозрачно она оставалась на месте мы можем заметить то что когда мы сейчас кролим наш элемент вот тут вот такой бледно-бледно серый он вот так вот при скролли уходит вверх я не знал это задумка бы она ну-ка ты не очень так нравится и можно было сделать что просто был единый дизайн они вот так все вставлять и выходит так что вот значок поиска самый когда мы начинаем скролить так вот потихонечку мы можем увидеть с вами то что она как-то обрезана выглядит тоже не очень красиво но ты можем просто было в предложении его и выписать вот комната как бы не баг но он немного режет глаза вот когда такие блоки как-то непонятно куда-то уходят вот изначально вот вот в этом мы ставить я вам всех показал что хотел показать именно самый такой критичная то что я нашел можем это закрыть можем это закрыть и теперь можем перейти на этот сайт тут чуть меньше различных багов но все-таки не есть первое что я вам хочу показать это тут есть кнопки и мы знаем что когда на кнопку наводишь должен будете курсор pointer это когда появляется вот такая рука и тут видим что главное есть контакт есть а вот и продукции услуги у нас нет курсор pointer скорее всего верстальчик забыл нанести все свойствах именно этот курсор pointer вот это первое что очень быстро кидается глаза когда тут есть а тут нету следующее что мы можем посмотреть это идет просто опять же форма которую принципе можно поломать на тут не сильно такие крупные баги и тут уже было даже мл работал сейчас покажу так а тут все есть отправить на видите что я просто везде всякой валидной поводила но написала спасибо за заказ все тут даже по сути над валидации не думали как бы все руки и так пойдет даже сейчас заново могу вам все это показать очень очень быстро выбираем тут дропдауны что выбираем радомненько допустим нас то все устраивает кликом отправить опять же все отлично все ушел вот это я просто показала думаю чтобы вам не показала что вообще ничего не отобразилось отлично ушел на сервер хоть мы вели просто везде кириллицам следующее что хотел показать мы не отвечает у нас нету перехода и номер телефона вот номер телефона есть переход вернемся на главный ведет вот я хотел вам показать именно поэтому следующий баг который хотел показать и это идет уже адаптив я просто его быстро вам покажу как он отображается на каком-то маленьком устройстве допустим если подержится ли нет это нужно и необходимо уточнять но самому все заключается в том что он должен отображаться на 320 пикселей это iphone 5 переходим мы можем как раз тут пересмотреть это все кликаем и выбираем именно iphone 5 лес и мы видим что у нас чуть-чуть тут некоторые вещи обрезает потому что есть вертикальные скролл и не должен быть горизонтальный скролл и вот тут не должен быть это не есть хорошо мы как раз можем посмотреть где что обрезает а вот видим что у нас по сути самом меню вот главное но не нет адаптива и ним конвертик тоже зарезает письмо как бы открылся как бы не а форма тут открывается и тут видим что уже друг на друга буквы налазят и вот сюда все уходит вот это как раз хочу вам показать хотел показать как будет выглядеть именно адаптив на этом сайте глубоко не сильно глубоко не уходя с этим мы закончили сейчас покажу просто один баг который я заметил на этом сайте он довольно я с ним не встречался и мы всегда знаем что на сайтах надо оставляются какие-то видео с youtube или просто какие-то других видео ресурсов если мы вниз самый перейдем у нас есть видео вот мы можем его заполнить слишком громко как бы это можно сказать и мелочи но они довольно критичны потому что я не могу никак регулировать видео нет не поставить на паузу не сделать звук меньше не субтитры короче вся панель управления так что вот такой вот бах тоже хотел вам показать хоть я довольно много перетестил я такого не встречал но вот то что я нашел тут показалось мне довольно интересно вот надеюсь что вам этот ролл был полезный пишите в комментариях что об этом думаете есть вот здесь какие-то свои предложения тоже описывайте мысли я все всегда рассматриваю так же самое не забывайте я открыл мне свое сообщество на канале я на стенке задаю различные вопросы зависимости теории или практики тестирования и я буду рад если вы будете активно там отвечать это большой плюс мне и вам и на основе этого я буду дальнейшее строить и развивать свой контент так что ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока